День рождения русской водки 31 января называют днем рождения русской водки Хотя дата и неофициальная, но многими почитаемая Почему выбран именно этот день? Именно 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему О соединении спирта с водою Тогда впервые и зародилось мнение, что именно он осчастливил человечество этим чудодейственным напитком В действительности в диссертации Дмитрия Менделеева про водку нет ни одного слова То есть слово «водка» даже не упоминается Дмитрий Иванович действительно исследовал соединение этилового спирта с водой Однако лишь с точки зрения физических свойств Он объяснил, почему спирт, смешиваясь с водой, ведет себя очень странно Проведите простой эксперимент Возьмите литр воды и литр спирта Смешайте А теперь измерьте объем полученной смеси Если вы думаете, что будет 2 литра, вы ошибаетесь Будет меньше Куда делось лишнее? Это выясняет Менделеев в своей работе В той самой знаменитой ныне диссертации Менделеев никакой водки и не исследовал вовсе Он просто вычислил, какая часть конечного продукта исчезает при разных разбавлениях Вот и все Сам Дмитрий Иванович водку не пил и никогда не претендовал на ее изобретение Миф о Менделееве настолько популярный, что даже на этикетке водки «Русский стандарт» написано Что она создана по классическому рецепту Дмитрия Ивановича Но никаких рецептов у ученого не было Это всего лишь рекламный трюк Кстати, само слово «водка» на этикетке «бутылки» впервые появилось всего лишь в 1936 году Ранее крепкие алкогольные напитки именовались не иначе, как «хлебным вином», «столовым вином», «полугаром», «горячим вином» Понятие «хлебное вино» окончательно исчезло из употребления с введением нового стандарта на водку ОСТ-279, который был утвержден 23 января 1936 года Приятное и радостно знать, над что бились наши люди И как они добились в всемирной исторической победе Введением нового стандарта на водку ОСТ-279, который был утвержден 23 января 1936 года И давал следующее определение водки Бесцветная и прозрачная смесь этилового, ракцификованного спирта ОСТ-278 с водой Пропущенная через фильтры и обладающая характерным для водки вкусом и запахом Предусматривалось три сорта водки 40, 50 и 56 градусов Водки стали подразделять на водки и водки особые Первые представляют собой чистую водно-спиртовую смесь Вторые допускают незначительные вкусоароматические добавки Смягчающие, но не заглушающие характерный водочный вкус Так окончательно сложилась современная терминология Это укрепляет веру своей силой и мобилизует на новую борьбу Для достижения новых побед в коммунизм Здраво будь, Боярин! Будьте здоровы! Ну и в заключении Сам Дмитрий Иванович Менделеев водку никогда не пил Предпочитая ей вино Это подтверждает высказывание ученого Я на своем веку никогда водки не пил И даже вкус ее знаю очень мало Не больше вкуса многих ядов и солей Дмитрий Иванович был 17-м ребенком в семье И сам он в дальнейшем станет отцом семерых детей У него было непростое детство Семье приходилось много трудиться, чтобы содержать себя без помощи отца В 1905 году Менделеев так опишет свои главные достижения Всего более 4 предмета составили мое имя Периодический закон Исследование упругости газов Понимание растворов как ассоциации и основы химии Тут мое богатство Оно не отнято у кого-нибудь, а произведено мною И послушайте моего доброго совета Налейте не английской, а обыкновенно русской водки А за окном, а за окном уже понедельник, 1 февраля Праздники закончились и выходные тоже Как вы поняли, как вы догадались Что Дмитрий Иванович Менделеев к водке отношения никакого не имел В принципе, в отличие от нас А у нас, а у нас рабочая неделя До пятницы, друзья, до пятницы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...